Дмитрий Борисович, расскажите, какая сейчас работа проводится вашей фракцией в Госсовете? Мы ведем активную работу, но могу выделить, наверное, два основных направления, которые исключительно нашей фракции касаются. Это я буквально 7 мая внес законопроект о копии Знамени Победы, это исключительно законопроект нашей фракции, и мы сейчас активно участвуем в работе над регламентом, над изменением регламента Государственного Совета. Это те направления, которые фракции нам исключительно принадлежат, мы ведем эту работу. Ну и, конечно, мы активно вносим предложения по тем законопроектам, которые вносятся в Госсовет, это и закон об образовании, и ряд других законопроектов очень важных. А что значит закон о Знамени Победы, о копии Знамени Победы? Законопроект о копии Знамени Победы, это наша инициатива в целом по России, общероссийская. Первую такую инициативу выдвинули московские коммунисты города Москвы. Дело в том, что у нас есть федеральный закон о Знамени Победы. Вы знаете, он был установлен Государственной Думой. Это знамя 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идритской стрелковой дивизии, которое было выдружено над Рейхстагом. Форма утверждена знамени, но, к сожалению, в регионах, в том числе в нашем регионе, это знамя не используется практически во время проведения памятных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Вот на последнем возложении цветов к Вечному огню 9 мая я был просто возмущен, когда во главе одной из колонн, одной из районных администраций, было выставлено вообще непонятное знамя, какая-то странная такая копия, помесь то ли вьетнамского знамени, то ли китайского, с золотой, значит, красное полотно, с золотой звездой в углу. То есть это даже не советское знамя, вообще непонятно. И было сказано, что это якобы Знамя Победы. Вот для того, чтобы таких безобразий не происходило, для того, чтобы упорядочить, значит, сам механизм использования, для того, чтобы было понятно, кто, когда должен это знамя использовать, мы и предложили законопроект ввести. Аналогичный законопроект Мосгордумы уже был принят. И вы знаете, может быть, если бывали на майских праздниках в Москве, там не стесняются вывешивать знамя Победы, оно везде украшает город. Это действительно красиво, это правильно, это сохраняет историческую память о нашей Великой Победе. Ну, по крайней мере, исторически достоверно получается. Это не просто исторически достоверно, но и в соответствии с федеральным законом происходит. А у нас, к сожалению, в республике нет такого порядка, установленного законом, и сейчас кто во что гораст, вывешивают различные знамена, различные используют символику во время Дня Победы, во время других памятных дат, посвященных Великой Отечественной войне. Это, на мой взгляд, совершенно неправильно. А что представляет из себя регламент, вот новый закон о регламенте? Что это значит? Что вы собираетесь менять, выносить? – Проблема в том, что совсем недавно, в прошлом году, мы приняли регламент Государственного совета. Тогда фракция говорила, что регламент сырой, надо над ним поработать, не стоит спешить с его принятием. Не послушали. Как обычно, нас большинство не послушало парламентское, но сейчас убедились, что коммунисты, как всегда, оказались правы. Мы указывали, что там ряд есть целых моментов, которые просто или не работоспособны, или делают нашу работу не открытой, закрытой и неподотчетной избирателем. О чем идет речь? Во-первых, очень важный такой момент, как гласность в работе депутатов. Мы, фракция КПРФ, настаиваем и сейчас вносим свои поправки, предложения по поправкам в регламент, о том, чтобы как во всех других парламентах, и в первую очередь в Государственной Думе, все наши голосования открытые, они были доступны, чтобы любой депутат мог взять список и по каждому законопроекту показать, кто из депутатов как голосовал. К сожалению, у нас фактически на данный момент действует такая система, что все наши голосования являются закрытыми. Избиратель не может узнать, как его депутат голосовал по какому законопроекту. Это совершенно неправильно и это вообще противоречит всем нормам действующим и нормам, значит, буржуазной демократии и нормам, действующим в других парламентах. Поэтому это вот наше первое предложение. Следующее предложение тоже очень важное для нас. В отличие от большинства других законодательных собраний, субъектов Российской Федерации, мы проекты федеральных законов, которые сюда присылают для согласования и которые касаются совместного ведения Федерации и регионов, мы их не обсуждаем публично. Хотя по закону, по федеральному, мы должны, мы имеем право, вернее не должны, а имеем право предоставить отзыв на такой законопроект федеральный. Но тем не менее это происходит как-то совершенно закрыто. Вот я специальный запрос отправил в Госдуму, мы, оказывается, более сотни отзывов отправили туда, хотя их совершенно не обсуждали на заседании Госсовета. Это совершенно неправильная практика. Она устоявшаяся, оставшаяся от предыдущих отзывов, но ее надо менять. Но она будет изменена? Вы будете обсуждать публично? Обязательно. Мы будем добиваться, чтобы наши поправки были приняты. И есть еще ряд других поправок в регламент, которые также касаются открытости работы депутата, возможности избирателей контролировать нашу деятельность. Мы, КПРФ, настаиваем на том, чтобы работа всех депутатов была открыта и чтобы депутаты были доступны избирателям и могли, вернее, и несли ответственность перед избирателем за свои действия. Недавно прошло обсуждение закона об образовании Чувашской республики. И вы участвовали в этом обсуждении. О чем шла речь? Да, это был круглый стол, организованный Министерством образования. Речь шла о целом ряде моментов, которые сейчас у нас будут. Речь идет о законе об образовании Чувашской республики. Вы знаете, федеральный закон уже был принят с 1 сентября. Он вступает в силу. И мы должны на уровне республики аналогичный законопроект принять. Это очень острые моменты. Очень острые и очень сложные моменты. Они касались и питания школьного, и школьной формы пресловутой, и льгот для учителей. То есть это целый круг вопросов, которые будут прописаны и должны быть прописаны в республиканском законе. И которые вызывают очень серьезные споры, серьезные вопросы, полемику. Хотел бы обратить внимание, что обсуждение идет еще до внесения законопроекта. Законопроект еще в госсовет не внесен. Он ориентировочно от 26 числа, если я не ошибаюсь, кабинет министров обсудит его и, возможно, внесет в госсовет. Но, тем не менее, такое обсуждение уже идет, и оно идет достаточно остро. — Дмитрий Борисович, расскажите позицию партии, фракции в госсовете относительно недавно появившегося указа главы России, президента России о школьной форме. Наверное, вы его поддерживаете? — Школьная форма нужна. Школьная форма нужна. Это дисциплинирует, с одной стороны, школьников. С другой стороны, оно, так сказать, сглаживает тот разрыв социальный, который у нас есть. Надо это признать. У нас очень разная обеспеченность материальная семей. Кто-то может себе очень дорогую одежду позволить детям, кто-то не может этого. И поэтому школьная форма, она дает возможность нормализовать отношения в том числе в школе. — Ну, это моральный аспект. — В школе, да. Но при этом надо четко понимать, что, к сожалению, у нас пошли по несколько, на мой взгляд, не совсем верному пути. Определение школьной формы, какая она должна быть, значит, это как раз будет или отдано на откуп регионов. — Школам даже, я думаю, больше скажу. — Нет, на откуп регионов. И у нас регион в законе прописал, что это будут определять школы сами. Школы, и причем прописал очень кратенько, что всего, там всего упоминание есть о том, что будет три вида формы. Представляете, это будет повседневная, парадная и спортивная. Мы считаем, что тут должны быть какие-то механизмы заложены, которые бы ограничивали школу и, так сказать, ограничивали, давали, вернее, возможность малоимущим тоже эту форму иметь. — То есть мы не должны регламентировать как-то жестко. То есть у школы, конечно, должен быть, и у совета родителей в первую очередь должен быть выбор. Но или должна быть установлена максимальная планка, выше которой нельзя просто, чтобы школьная форма. — По цене. — По цене, да. Или, тут тоже спорный вариант, значит, потому что, может быть, к максимальной планке будут стремиться производители. Либо, что, на наш взгляд, было бы правильнее, необходимо установить какие-то рамки помощи малоимущим, у которых нет средств приобретать вообще. Ну, вы представляете, что такое три комплекта дополнительной формы. Приобрести на ребенка – это крайне сложно. Это помимо повседневной одежды. — Ну, я думаю, что парадная одежда – это белая рубашка, белая блузка. А повседневная – это у любого другого цвета. — Это, дай бог, если мы с вами такие, так сказать, благоразумные и так с вами решим. А вот, когда у нас совещание шло и круглый стол шел, значит, я выступил и сказал, слушайте, а если в элитной какой-нибудь гимназии, значит, там возьмут и придумают себе золотые погоны и бриллиантовые пуговицы. И вы представляете, действительно, выступила после этого директор одной из элитных школ и заявила, что нам не надо ограничения на школьную форму. Мы сами решим, сколько она будет стоить. Вот, то есть, мы можем, в принципе, уйти вот в эту крайность. — Ну, не знаю, мне кажется, у нас в Чуваши уже определены производители школьных форм, где покупают, потому что во многих школах уже есть своя школьная форма, там, отдельно. — Ну, это вы про городские говорите, школы. — Ну, да, да. — Мне кажется, уже во многих районах республики, во многих таких школах. — Активно, активно ведется эта работа. — Школы все-таки есть хорошие школы. — Да, активно эта работа ведется, и будем надеяться, что здесь все-таки серьезных проблем не возникнет. Но, тем не менее, конечно, трудности, я нисколько в этом не сомневаюсь, трудности у родителей будут, и государство должно максимально оказать им помощь. — А на круглом столе говорили о каком-то ценовом коридоре? От скольки до скольки школьная форма должна стоить? — Нет, на круглом столе не говорили, но я интересовался этим вопросом. Обещают, что не дороже трех тысяч рублей будет стоить комплект полный. Но насколько это удастся выдержать, насколько смогут удержать в этих рамках, посмотрим. — Могу вам сказать по собственному опыту, мы год назад покупали школьную форму для сына, и так как мы пошли в определенную школу, в этой фирме были скидки для именно этой школы, и она, мама, шлась в 2700. — Ну… — Костюм. — Согласен. — Но, правда, без рубашек. — Это хорошо, но это, я так понимаю, парадный костюм, да? — Обычный костюм без рубашек. — Без рубашек. — Нет, но если парадная форма, я напоминаю, что закон предусматривает парадную форму, значит, это хорошо, если ваша школа так установит, а мы же не знаем, что другая школа установит и совет родителей. Вот. Это хорошо, если в 2700 удастся уложиться, но, тем не менее, и эта сумма не для всех подъемная. Понимаете, есть у нас и многодетные семьи, где, значит, младшие дети донашивают за старшими детьми одежду, и, может быть, она не всегда будет укладываться вот в эти рамки. То есть здесь надо все-таки механизмы поддержки, и фракция КПРФ на этом четко наставить. Механизмы государственной поддержки должны существовать и законодательно должны быть закреплены. — Дмитрий Борисович, вот вы еще упомянули, что обсуждалась социальная поддержка молодых учителей. Вот что это такое? — Обсуждалась даже не столько социальная поддержка, сколько ее отсутствие в законе. К сожалению, в первоначальном варианте, как вот представитель профсоюзов сказал, были прописаны конкретные меры социальной поддержки. Какие там определенные, значит, выплаты и так далее, компенсации. Но в том законопроекте уже в виде, который дали на круглый стол нам для обсуждения, все ограничилось расплывчатой фразой о том, что органы власти, органы местного самоуправления могут оказывать такую поддержку. Что значит могут? Могут оказывать, могут не оказывать. И это тоже существенная проблема. На наш взгляд, меры социальной поддержки должны быть четко, законодательно закреплены и прописаны. Они должны быть заложены в бюджете. Только эта мера, законодательно закрепленная, позволит молодым кадрам или будет способствовать тому, чтобы молодые кадры педагогические шли в школы. К сожалению, мы с вами прекрасно знаем, что наш вуз ЧГПУ, он работает совсем не на школы. А какие вы предлагаете меры? Материальные. В первую очередь, должна быть четко прописана материальная поддержка молодых учителей. То есть, определенная сумма какая-то? Конечно. Уже определенные закрепленные суммы. Вполне возможно, на наш взгляд, субсидии по покупке жилья, либо по оплате ЖКХ. На что у нас ЧГПУ в вуз работает? Он же фактически работает на улице. Ребята не идут в школу, а тем более не идут в сельские школы. Может быть, придумать что-то типа земского врача? Совершенно верно. Какая-то должна быть, но это должна быть не программа, отдельно существующая, законодательно закрепленная. Это должны быть законодательно закрепленные гарантии. Чтобы четко студент, учащийся в ЧГПУ, знал, что вот я заканчиваю вуз, у меня на руках диплом, который дает мне конкретные гарантии, если я поеду работать в сельскую школу. Раньше были направления специально от школы. И только по этим направлениям, допустим, были льготы при поступлении. Если у меня есть направление от какого-то учреждения, я точно знала, что я поступлю, даже если я не наберу балл. Сейчас проблем с поступлением нет. К сожалению, мы в демографическую яму сейчас идем. И ребята легко не только в Чувашии, но и ребята с головой, они легко поступают и в Москве, в вузы и так далее. Поэтому этот механизм пока в ближайшие годы, к сожалению, работать, наверное, не будет. С направлениями. Конечно, у нас сейчас слишком мало абитуриентов. Слишком мало. Мы должны привлекать людей какими-то гарантиями, социальными возможностями себя реализовать в сельской школе. Это самые различные могут быть механизмы, но они обязательно в законе должны быть прописаны. Что такое школьное питание? Школьное питание – это головная боль сейчас, честно говоря. Потому что та же самая проблема, когда мы сталкиваемся с расслоением социальным. Кого-то родители могут в обед приехать в ресторан отвезти пообедать. А кто-то, извините меня, и кусок хлеба с колбасой, дай бог черного, если сможет найти. И ребенку дать в школу. И законопроект как раз об образовании в Чувашской республике, к сожалению, тоже уходит от этой темы. Там сказано, есть положительный момент, что сказано, что должно обеспечиваться льготное питание для многодетных семей и малому счета. То есть там прописаны эти категории. Но что такое это льготы, там нигде не прописано. Сколько, какой процент от стоимости обеда должен возмещаться муниципалитетом? 10%, 20%, 50%, 80%, нигде не прописано. Там вообще бесплатное питание малообеспечено. К сожалению, бесплатно там не описано. Написано льготное. Это будет зависеть от категории семей. Не только от категории, а от возможности муниципалитета. От возможности муниципалитета будет зависеть. Есть уместное самоуправление деньги, они могут побольше дать. Может бесплатно сделать. Нет денег, они не смогут обеспечить нормальное питание. И этот вопрос, на наш взгляд КПРФ, фракция КПРФ, депутат КПРФ, обязательно должен быть прописан в законе и четко оговорено, что бесплатно таким-то категориям, 50% льготы таким-то категориям и так далее. Чтобы это не было в разных муниципалитетах, разные возможности. Вы все это обсуждали на круглом столе. Какова дальнейшая судьба ваших замечаний? На круглом столе присутствовал министр образования Чувашской республики. Он обещал внимательно прислушаться к нашим предложениям. Причем это были предложения не только фракции КПРФ. Наши предложения, которые я озвучил, поддержали и присутствующие учителя, многие, и представители профсоюзов поддержали. А вашу идею не заблокируют на сессии? Увидим. Увидим. Мы надеемся, что она уже будет заложена в законопроект, который будет внесен. Я же подчеркиваю, он еще не был внесен, только обсуждается. Мы надеемся. Ну и надеемся, что все-таки у парламентского большинства найдется смелость, найдется мужество поддержать нас, поддержать наши инициативы. Тем более, речь касается детей, а дети они внепартийная ценность. Понимаете, чужих детей не бывает. Это же известная поговорка. Дмитрий Борисович, еще один вопрос, касающийся закона об образовании. Помнится, на многих сессиях в 2013 году обсуждалось, что в новом законе об образовании не прописана норма всеобщего полного 11-летнего образования. И вот очень много копий ломалось. Обсуждалось два момента. Первый касался нашей Чувашской Республики. Здесь мы как раз и поднимали этот вопрос. У нас из Конституции Чувашской Республики исключили такую гарантию на полное среднее образование. Оно сейчас среднеобщее, если не ошибаюсь, называется. То есть, получается, что наши дети не могут получать 11-классное образование? В законе есть. В законе такая гарантия есть. И в федеральном, и в республиканском. Но эта гарантия теперь не конституционная. Для того, чтобы отменить это, достаточно будет половины голосов депутатов Госсовета. А раньше надо было две трети депутатов Госсовета, чтобы за это проголосовали, и чтобы это было общественное обсуждение проведено. То есть, Конституция и закон несколько спорят между собой? Они не спорят. Просто закон дает больше гарантий, чем Конституция. Это плохо. Потому что конституционную гарантию отменить сложнее. Понимаете? Вот. А внести изменения в закон, его очень легко. Эти изменения внести. И это будет сделано, если понадобится, в течение пяти дней. А если бы это была конституционная гарантия, как мы и предлагали сохранить, то отменить ее, вернуться к прежнему, было бы крайне сложно. Но вы будете возвращаться к этому вопросу? Мы возвращаемся. Наши юристы сейчас прорабатывают этот вопрос. Мы обязательно вернемся к этому вопросу для того, чтобы в Конституции закрепить такую гарантию. Дмитрий Борисович, мы с вами встречаемся в канун Дня Республики. Я думаю, что это внепартийный праздник, когда наша Родина, наша Республика отмечает день своего рождения. Конечно. Я вам предлагаю поздравить наших земляков, жителей Чувашии с праздником. Конечно. Татьяна, только один момент я хотел бы сказать. Он, конечно, внепартийный праздник. Но все-таки мы, уважаемые телезрители, не должны забывать, что именно 24 июня празднуем этот праздник. В день, когда Владимир Ильич Ленин подписал декрет о создании Чувашской автономной области. То есть это и внепартийный праздник, но и особо приятный праздник для нас, для коммунистов. Я, конечно, поздравляю наших телезрителей с этим праздником. Я желаю вам уверенности в будущем. Конечно, здоровья, счастья. Ну и мы, со своей стороны, фракция КПРФ, просто коммунисты, будем бороться за ваши права. Мы будем отстаивать их, ну и делать все для того, чтобы наша республика, все наше население процветало, ну и имело возможность достойно трудиться и хорошо жить. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Ну, я думаю, после этих прекрасных слов нам нужно только попрощаться, потому что лучше и не скажешь. Спасибо, что смотрели программу «Посуществу». Меня зовут Татьяна Молкова. У нас в гостях был депутат Госсовета Чувашия, фракция КПРФ, Дмитрий Евсеев. До свидания.